утро начинается мальчишки гуляют потому что у девочек течки вот у лизы нет течки поэтому она уже на улице так сейчас мальчики погуляют и пойдут гулять девочки хотя на ней запахи сук поэтому они все равно вон за ней хвостом ходят видите все я дома нахожусь выкидываю всех через окошко чтобы было быстро вот мальчики писают тима стоит иди гуляй иди гуляй но им надо время естественно поэтому быстро это не так и быстро не важно что суки тоже хотят гулять потерпит а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Девочки гуляют. Это поведение девочек в определенный период их жизни. Но теперь они будут гулять долго. Продолжение следует... Ну вот, кому-то надо временно раскачку. Лизок, она гуляла уже с мальчиками вместе. Тоже ходила. Ну вот это такое поведение. И не надо мне там писать, что это что-то такое, какое-то ужасное. Ну, да, и что? Это природа. Что теперь? Да, именно я противник стерилизации. Потому что я считаю, что это уродовое животное. Я считаю, что ничего нет лишнего в организме. Но относительно бездомных собак, которые бесконтрольно плодятся, здесь естественно я за. Но в породном разведении, где у каждой собаки есть свой хозяин, который любит собаку, тем более маленькую, проконтролировать, чтобы она не повязалась. Это вообще... Причем здесь вообще это все? Как можно не проконтролировать собаку, если она у тебя одна, и ты гуляешь с ней на поводке маленькую собачку? Для меня это вообще загадка природы. Но чтобы сделать собаку инвалидом и стерилизовать, здесь как бы лобби. Я считаю, что это определенные круги, которые ветеринарные делают животных инвалидами, причем хозяйских именно. Потом получают вечного клиента, который вечно ходит и лечится у них, потому что это очень-очень плохо. Есть новые исследования, которые говорят о других заболеваниях, которые затем присутствуют у стерилизованных животных. А главное это подтекание у сук. Это то же самое, что у пожилых женщин. То есть мочеполовая система истощается в отсутствии гормонов и происходит недержание мочи. Вот и все. И в таком случае собака живет на гормональных препаратах, которые сейчас. Курс стоит около 10 тысяч на один месяц. Не каждый владелец готов и может по финансам потянуть вот такое дорогое лекарство для своего стерилизованного животного. Это касается девочек. Про мальчиков, про подтекание я здесь не могу сказать, не знаю. Возможно там другие проблемы. Проблема там, конечно же, у всех полов это мочекаменная болезнь у стерилизованных животных. Здесь как у кошек, так и у котов, так и у собак. Но я имею ввиду у кошачьих. И диабет ожирения. Диабет ожирения это вообще у каждого второго животного после стерилизации. Да, не сразу, не сразу в первый же там день или неделю. Для того, чтобы организм успокоился, чтобы все гормоны иссякли вообще. Ну, то есть вышли из организма, так по-простому скажем. Проходит время, ну, наверное, больше полугода, ближе к году. И тогда уже все, животное становится абсолютно, абсолютно стерильным. Но на поведение, если сука метила, вот как моя Дина, она стерилизована. Потому что у нее была пиометра и медицинские показания. Естественно, здесь никуда не уйдешь от стерилизации. Естественно. Я ее стерилизовала. Так вот. Если сука метила, то ее привычки никуда не уйдут. И если ваш мальчик метил, то я просто уверена, что он так и будет метить. Стерилизован он или не стерилизован. Здесь вообще не имеет никакого значения. Это поведенческое. Ну, вот, зайки гуляют. Ну, в общем, все. Время много. Каждый день снимать, как они гуляют. Это тоже мне, как бы, зачем. Это я снимаю для тех, кто не верит или хочет меня обидеть, очернить, сделать мне больно, убить меня физически путем повышения моего давления. Это хейтеры. Я не могу назвать их имен, потому что эти хейтеры прячутся под никами АА, точка запятой, просто ангел, зилечка. Ну, и много-много таких, которые ни о чем не говорят. Просто люди, которые скрываются под неизвестными никами, но при этом они наносят физический урон человеку. И я понимаю, я думаю, что эти люди должны понимать, что все ники сохранены, что все телеграмм, если, да, ну, телеграмм, ватсап, если происходит какой-то, ну, так сказать, печальный случай, да, то, естественно, заявление в полицию будет написано, ну, как вы думаете, не найдут, что ли? Ну, конечно же, найдут. Ну, конечно же, найдут. Все же записано мной, все сохранено, естественно. И люди будут осуждены за доведение до, ну, надеюсь, что совсем-то не сдохну. Ну, после их вот этих вот вещей смогу говорить. Ну, если все-таки попаду в больницу и так далее, будет написано, естественно, заявление. Будут все приложены скрины, ники, все описания, все оскорбления, которые были мне нанесены. Потому что это все у меня есть. И удаляй, не удаляй. Это же полиция, это же следственные комитеты. Они же, естественно, все это будут расследовать. Но не зря же они нашли всех подозреваемых. Например, сами, знаете, во всех терактах в том же Крокусе. Их всех нашли, всех осудили. Я думаю, и здесь, естественно, будут найдены эти женщины, которые прячутся под этими никами без познавательных знаков. И привлечены к ответственности. Это же не так просто. Это же просто отвратительно так себя вести, уничтожать человека физически. Но надо же понимать, взрослые люди, есть как бы виртуальные видосики какие-то. Люди развлекаются, люди как бы выражают своим мнением. Делаешь для них какие-то обзоры, причем по их же просьбе. Но нет, нет, они влезли в мою личную жизнь, в мою личную жизнь, в мою физическую жизнь. Ну, а я, видите, человек эмоциональный и с возрастом приобрела гипертоническую болезнь. Так вот, они прямо давят на эту больную точку. Прямо вот вчерашний пример. Мое давление поднялось до 150, пульс до 100. И это просто какой-то ужас. А они, видимо, сидят и радуются тому, что я чуть не сдохла. Вы просто задумайтесь об этом. Люди желают мне смерти, мне, человеку физически. Обвиняя меня в плохом отношении к животным. Каким образом я к ним плохо отношусь? Я показываю свою жизнь. Ну вот вам, посмотрите. Вот они серут, вот они писают, вот они кушают. Это собаки, у них нет другого. Им не надо. Им не нужны торговые центры. Хотя я и периодически беру собак туда, где много людей, чтобы их развлечь тем или иным образом. Это естественное поведение животных. Вот она сейчас лижет мочу, потому что там течка. А она главная, сука, к стае. Все. Это кинология. У меня есть образование для этого. Ну, хватит меня уже уничтожать в физической жизни. Вы вообще дуры. Вы убийцы. Вы чисто убийцы, да? Вы убийцы людей. Вы мои убийцы. Вы поймите это. Вы хотите быть убийцами? Вы как жить-то будете? Вы как спать-то будете? Вы сумасшедшие? Да, хотела закончить на этом, но ладно, скажу. Все-таки те, кто сидят за неопределенными никами, это люди, которые, видимо, никчемные все-таки люди. И когда они меня довели до состояния аффекта, когда Сенечке было очень плохо, и я реально пыталась собрать какие-то деньги для него. И сама я перечислила. Те, кто мне прислал мои подписчики, у которых ко мне нет претензий, двое мне прислали, и я 1300 Сеней перечислила. 1000 Сеней и 300 там какой-то девочки, которая умирала, собачки. Вот. У меня осталось еще 200. Я хотела перечислить, добавив своих, когда у меня будут деньги. Но, к сожалению, у меня получился конфликт с этой группой команды. Чему? Поспособствовали хейтеры, которые начали лить на меня грязь, отправлять мои видео и прочее, прочее, обвинять меня во всем. А та сумма, которую я собрала, 7000 рублей, эта сумма была собрана в 22-м году. В 22-м году, когда я выложила то видео про Сеню, про дорогую операцию. Поэтому не надо путать время. 7000 я собрала в то время, и причем я их собирала не адресно, прям вот в Сене-Сене. Я тогда просила вообще, вообще донаты, вообще. Ну и, конечно, конечно, я хотела сделать ему операцию. Я это все узнала. Это стоило на тот момент просто сама манипуляция 70 тысяч рублей, то ли Новосибирск, то ли Красноярск. Вот, есть видео, я его не скрываю. И вот эти 7000 рублей, они пришли ко мне без всяких подписей, без всего, как пожертвования, как донаты. А донаты для блогера приветствуются. Здесь нет ничего особенного. Это пожертвования, которые подписчики или зрители добровольно отправляют за видео, за то, что я работаю на Ютубе, и уже на тот момент у нас не было денег с Ютуб. Их не платят. Вернее, их невозможно вывезти оттуда. И когда это будет возможно, неизвестно. Тем более у меня Асенс закрыли, я говорила всем, то есть мои деньги все сгорели, все нету. То, что я зарабатывала от этих копейки ежемесячно, там, 2-3, когда-то 5 тысяч за 2 года, их нет, нет Асенс, нет. Невозможно вывезти эти деньги в моем случае. Ну, вот и все. Поэтому вот эти 200 рублей, которые у меня остались, причем это не те, которые хейтеры там или еще кто-то, это две моих хороших подписчицы, которые всегда со мной, давным-давно со мной, до сих пор меня поддерживают и понимают состояние человека. И вот эти обвинения, голословные обвинения в том, что я угробила собаку, это полная ложь, ложь, что собака мучилась, собака не мучилась. У собаки были приступы, но это и была ее жизнь. И не надо говорить, что если человек, почему-то человек больной, он прикован к постели с любой болезнью, ну, давайте всех людей. У нас почему-то нет эвтаназии, да? Потому что люди живут и наслаждаются жизнью во всех ее проявлениях. И Сеня, у него были приступы, ну, мы купировали эти приступы, мы за ним ухаживали, а в общем он не плакал, не ныл, он жил полной жизнью, он спал, ел, бегал с собачками, гулял, жил нормальной жизнью. Собаки сейчас не едят говно, они едят листики, видите листики? Говно они не едят, успокойтесь, кто говорит, что мои собаки едят говно. Вот они здесь близко сейчас были, посмотрите, они собирают листики, то, что опало с дерева, вот с этого. Понятно? Блин, я все возвращаюсь и возвращаюсь к этому, к этой ужасной ситуации, отвратительной. Ой, сейчас опять у меня будет давление, я его уже чувствую. Вот зачем это? Вот зачем? Оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое, хейтеры. Ну, вы сами-то подумайте, ну, вот вы в своей голове-то покопаетесь, ну, сказала я что-то там, это лишь слова, а вы ведь меня убиваете, вы хотите, чтобы я умерла. Ну, вам что, будет легче? Ну, вы подумайте, что будет с моей семьей, с моим мужем, с моими собаками. Он не будет с ними заниматься, ему это не надо, он раздаст их. Раздаст их, а кто их возьмет? Разведенцы. А у разведенцев таких условий для собак нет. Это совершенно другие люди. Вы же знаете, и откуда берутся те, кого спасают команды? Не из питомников РКФ, а у разведенцев. Поймите эту разницу, поймите. Все, они уже нагулялись, все, они уже ноют, не хотят. Видите, сидят, тут почти все, надо их заводить. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...